давайте продолжим и теперь мы с вами поговорим о карандашах этот вопрос наверно всех волнует потому что все начинают рисовать именно с карандаша это самый часто используемый материал и часто задается вопрос у новички какой лучший карандаш к чему лучше подходит к наброскам к рисунку к живописи и на самом деле сталкиваются с такой проблемой что они не ориентируются в буквах карандашей вот я могу показать вам очень хорошая фирма вот наоборот к хинор есть еще faber кастал кому как нравится но они на самом деле самые лучшие карандаши делают и они с 15 или 17 века их делают мастера просто и вот здесь вы можете увидеть здесь просто большой набор есть набор где только 12 карандашей и на самом деле вам этого вполне хватит вы потом просто будете докупать по одному два карандашика которые вам нужны на первое время лучше купить целый набор здесь от самого твердого до самого мягкого мягкие карандаши обозначаются буквой b то есть так мы сейчас крутенько вот это карандаш b8 это самый самый мягкий карандаш а это карандаш h10 это самый твердый карандаш твердые карандаши нужны для черчения в основном то есть это чертежи это очень строгие рисунки это подготовительные рисунки для акварели единственная проблема что например вы начнете рисовать твердым карандашом не жмите на него слишком сильно потому что он продавливает бумагу лучше если у вас будет оставаться тонкая полупрозрачная линия карандаша но вы не будете продавливать бумагу тем самым и и портив у мягкого карандаша самый большой диапазон оттенков от самого легкого самого полупрозрачного и до самого самого темного самые темные возможности карандаша вот вы можете видеть такую схематичную градацию вот мы давим на него и получается такой темный мягкий карандаш лучше всего подходит для рисунка на самом деле все мастера делаю делали и делают рисунок мягким карандашом считается что чем мягче чем чем мягче карандаш тем лучше чем более мягким карандашом работает художник тему более опытный естественно вы начинаете там рисунок со светлых частей почему не с темных потому что если вы возьмете где-то самый темный кусочек вот например такой а потом вы вдруг ошиблись и поняли что вот здесь у вас самый темный кусочек то карандаш не даст еще больше темноты чем он уже максимально может дать у вас получится два однозначных кусочка такая грустная рожица получилось поэтому лучше всего если вы начинаете со светлых и потом постепенно переходите к темным также есть здесь очень интересный карандаш f f это средний карандаш есть hb который также обозначается средним и f это него на самом деле ничем не отличается то есть вы можете видеть его твердости твердость hb они практически одинаковые то есть f можно сказать это переходной такой карандаш от h десятки до b восьмерки но на самом деле твердый карандаш и больше двойки вам не нужны то есть h2 это максимально твердый карандаш который вам когда-либо понадобится мягкие карандаши вам нужны любые они все всегда пригождаются и для любых случаев жизни также карандаши грубо говоря карандаши графит вы можете найти вот таких брусочках тоже делает кохинор и это прессованный графит он пачкается для него есть специальная как и для других графических материалов ручка и вы можете ими рисовать вы можете вы видите что он также такую же градацию дает он очень мягкий вот такой но тут идея в том что он может дать и такую линию и такую линию и тонкую и толстую и даже все вот этой плоскостью он может рисовать если вам необходима большая плоскость такой интересный фактурный какой-то манере рисунка также есть вот такой огромный карандаш тоже кохинор делает и здесь у него еще больше возможностей как вы видите на самом деле они если вы можете увидеть они все одинаково темные что h8 что этот карандаш вот это тоже у него обозначение это b6 и у этого карандаша тоже есть свое обозначение это четверка мягкости то есть можно купить вот такой большой брусочек самый-самый мягкий и делать им большие наброски широкой линии и тонкой линии но естественно такой такой брусочек даст более тонкую линию чем если такой но смотря того на то как вы его заточите но точить такие брусочки очень сложно для этого вам нужна наждачная бумага желательно также все карандаши лучше точить ножами у этих карандашей очень хорошая древесина и точить ножом их очень просто поэтому как культура художников это что они точат карандашей ножом вообще карандаш очень очень интересный материал он были были свинцовые карандаши были графитовые каких только не было не придумывали но вот сейчас пришли к тому что остались вот эта принятая форма шестигранных карандашей потому что круглые карандаши падали со столов скатывали сломались поэтому теперь нас с вами такая форма карандаши можно посмотреть как карандаш ведет себя на разные бумаги вот мы видели с вами примеры на обычной бумаге на акварельной бумаге он фактурный совершенно по-другому себя ведет а если мы возьмем с вами цветную бумагу такую бумагу или цветную такую бумагу мы с вами увидим что он на ней не так хорошо и эффектно выглядит как если бы мы работали на ней пастелью или сангиной соусом потому что карандаш больше всего подходит либо для подготовительного рисунка либо если для набросков то лучше всего брать бумагу не цветную для не цветной не подходит карандаш чем удобен закреплять его лаком не нужно он конечно стирается его тоже лучше хранить видите стирается его тоже лучше хранить отдельно в папочке прокладывая листами но закреплять не стоит вы видите что он имеет такую интересную манеру он блестит поэтому когда мы делаем рисунок предпочтительные брать материал сепия соус сангина уголь потому что они не дают вот этот блеск если мы например рисуем и выставляем работу на выставке к примеру или на каком-то обходе просмотре да если это уже учреждение учебное этот блеск очень мешает смотреть на целую работу поэтому уже к старшим курсом от карандаша отказываются и уже с ним не работают также также могу вам посоветовать что карандаши лучше хранить своей коробке а грифели и отдельные мелочки их лучше хранить отдельно потому что они как вы видите они очень пачкаются поэтому желательно если вы заведете для грифелей отдельную коробочку карандаша очень интересная история сначала же это были свинцовые карандаши но не больше были очень громоздкие очень неудобная потом в англии во время причем случайно нашли графит там во время какой-то вырубки лесов в каком-то графстве допустит останется для нас загадкой обнаружили графит никто не знал что это как это но не увидели что пастухи увидели что этот материал рисуют и они стали своих овец отмечать графитом номеровать своих овец ну и потом этот материал заметили другие ученые они стали выводить графит искать разные формулы как это так получается и самый интерес в том что карандаш несет свое название из тюркского языка кара это черный а даш это свинец и вот такая история название карандаша что-то показать